Тайла Бека Макеевич, уже было не единожды отмечено, что Россия и Кыргызстан – это давние партнеры на газовом рынке. И Вы уже в своем первом ответе сказали о том, что Вы планируете увеличивать дальнейшие закупки российского голубого топлива. Насколько планируете и как Вы считаете, насколько взаимодействие с «Газпромом» поможет решить вопрос газификации внутри Кыргызстана? Спасибо, Александр. Я хотел бы подтвердить выступление Алексея Борисовича о том, что он сказал, что будут договора на 15 лет. У нас имеется этот договор до 1938 года. Поэтому я и ранее озвучил, что это сегодня по газообеспечению у нас комфортный договор. Поэтому я считаю, что буквально летом у нас была встреча Алексея Борисовича с нашим уважаемым премьер-министром Аклубеком Шамбековичем. И тогда мы тоже поднимали вопрос об увеличении газа в нашу республику. Я хочу сейчас, пользуясь случаем, поблагодарить еще раз Алексея Борисовича, что было оперативное решение, когда мы узнали о том, что Вы подписали между Казахской республикой и Узбекской республикой договор о транзите электроэнергии. Это да, это дает для нас, как говорится, тот объем увеличения. Мы сейчас, в данное время, у нас есть планы по увеличению газоснабжения очень грандиозные. Мы хотим в свое время, из-за объективных, субъективных причин, у нас была нехватка газа, поставки газа, это было до 2014 года. Но нам пришлось, как говорится, сделать реконструкцию на тепловых сетях. Вы, если прекрасно знаете, у нас регион очень гидроэнергетический, 90% электроэнергии мы вырабатываем на гидроэлектростанциях. И у нас есть тепловая электроцентраль, это столица города Бишкек, которая вырабатывает около 2 миллиардов киловатт-часов на сегодняшний день. И второй теплоэлектроцентраль, который тоже полностью потребляет газ, это на юге республики. И нам идет поставка, естественно, с наших соседей. Это Казахская республика поставляет газ через их транзит и Узбекская республика на юг. Естественно, когда они вот этот центральный азиатский поток восстановили и хотят сегодня получать дополнительный объем газа, это для нас очень выгодно. Вот Алексей Борисович тоже остановился, что в будущем на этом не останавливается, в будущем есть большие проекты. Я думаю, и тем более мы хотим уже к 2024 году перевести этот наш теплоэлектроцентраль с угля на газ, это для нас будет очень, как говорится, перспективный проект. Далее я остановился, что у нас есть проект по кризиснефтегазу, это даст возможность обеспечить юг республику газом. Поэтому я думаю, когда ПАО «Газпром» в Центральной Азии вкладывает даже не только в нашей республике, если даже в Узбекистане, в Казахстане, для нашей республики это очень большая польза. Понимаете? Когда у соседа есть, сами знаете, другой сосед чувствует его в комфорте. Поэтому я еще раз Алексею Борисовича и команду ПАО «Газпром» хочу поблагодарить за вот это оперативное решение. Я думаю, в дальнейшем и промышленность у нас, вы сами знаете, сейчас экономика растет, как мои коллеги уже высказали, потребление тоже у нас около 10-12% ежегодно растет потребление электроэнергии. Поэтому альтернативой к электроэнергии это будет, естественно, вклад ПАО «Газпром». Спасибо.